так все пошло запись да всем привет я постараюсь сейчас быстро рассказать о том какие я выводы сделала из этой лекции то есть разные подходы мы рассматриваем в рамках дизайн мышления то есть что такое дизайн мышления ну так своими словами как я это понимаю это то как мы будем выстраивать работу над продуктом и что будет стоять в центре нашего продукта потому что данные подходы вот с которыми они нас познакомить в центр продукта ставят разные вещи это может быть либо человек либо пользователь либо ну там данные задача и объекты ну и там еще есть вспомогательный подход он как бы ближе к данным да и получается вот от того что мы выберем в качестве центра грубо говоря нашей точки от которой мы будем плясать и выстраивать все зависит по факту этапы которые нам надо будет пройти не знаю там как мы будем взаимодействовать внутри этого продукта и что мы будем тестировать то есть смотрите получается это как бы мы на берегу да грубо говоря перед тем как отправиться определяемся как мы будем это разрабатывать в силу того что существуют разные продукты разные задачи разные компании в которых разные ресурсы разная команда и так далее и так далее эти подходы например стартапу не подойдет потому что у них денег нет да а вот к примеру тот же google или apple они могут потратить сумасшедшие деньги на анализ и сбор данных да и делать принимать решение основываться основываясь только на данных ну то есть вот в этом как бы прикол ну да про цвет они там это договорили то что 46 или сколько там юзабилити зрелость да ну то что они подбирали синий цвет у когда 40 оттенок да 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 ну да да плюс еще есть такое понятие вот опять же как юзабилити зрелость компании это грубо говоря тот уровень на котором компания работает с вот этим всеми вот штуками юзабилити исследования вопросы я не знаю там тестирование и так далее и так далее соответственно дизайнерам вот ну важно знать потому что мы таким образом определяем как мы будем работать над продуктом и от этого по факту зависит результат ну то есть сами понимаете разный подход разный будет результат да то есть это как строительство кто-то говорит о я буду строить мой подход я буду строить только из дерева а приходит другой говорит а я буду строить из кирпича да кто-то будет строить из цель на этих там я не знаю и тут такая же история на результате будет ну как бы тоже типа дом но другой ну да то есть от команды еще зависит от количества, от опыта. Именно. И нам по факту надо просто понимать это, я как понимаю, не очень пока глубоко, потому что мы как бы новички, и мы еще не знаем в какую компанию мы попадем, да, и так далее. И вот мы, например, кто-то попадет в какую-то большую корпорацию, а кто-то наоборот в какой-то стартап. И мы должны понимать, какой подход мы можем предложить нашей команде в условиях тех ресурсов, которые есть здесь и сейчас. Ну да, либо они как потом расти будут. То есть сначала сегодня так, а через пять лет уже и деньги появятся там кто-то финансированный. Именно. И получается, ну, есть возможность использовать другие инструменты. Ну да, методологии эти все разные, то есть да. Ну вот как-то так. Вот это все, по сути. То есть я могу еще рассказать, если есть, ну там не совсем понятно, чем эти как это говоря, подходы отличаются там друг от друга, да? То есть я могу еще это рассказать. Ну да, довольно да. Ну, то есть вот первый, то есть самое, ну то есть на чем я зависла и что не сразу поняла, это в чем вот реально разница между человекоориентированным подходом и подходом, который ориентируется на пользователя. Тут я даже специально еще пошла там погуглила, потому что не совсем поняла. По факту и там, и там человек в центре, да, но по-разному. Смотрите, вот который человекоориентированный, да, ну он такой, он большой. По факту мы в этом подходе изучаем не только пользователя, который будет работать с нашим продуктом, а и человека, который находится в состоянии до того, как он дойдет до нашего продукта, понимаете, да? То есть, грубо говоря, вот есть аудитория, да, а есть как бы, грубо говоря, там пользователи, да, наши, для нашего продукта, но мы будем изучать пока всех для того, чтобы найти, где пересекаются бизнес-задачи и задачи пользователя. То есть, этот подход хорош тем, что он учитывает задачи бизнеса и задачи разных, ну вот там они говорят стейкхолдеров. Стейкхолдеров, да, да, это кто как бы. Ну, это бизнес, да. Кто деньги выдает, то есть, он приходит, вот хочу такое приложение, на каких, грубо говоря, условиях, что вы, ну, то есть, как тот стейкхолдеры, они, причем, когда в продукте, они очень влияют, то есть, намного и сколько они денег дают, то есть, то есть, они тоже, как бы, их мнение всегда учитывается там на каких-то этапах, то есть. Да, какие будем фичи сразу разрабатывать, вот эти или те, что для вас важнее, что не важнее, ну и так далее. И тут тоже вот выстраивается эта вот последовательность, приоритизация и бла-бла-бла. Ну, да, и в этом подходе здесь то, что учитывается не только еще то, что для пользователя делается, а еще и, да, как ты сказала, для команды, кто это делается. То есть. Кто это делает, да. Да, и все это складывается там, как описывалась вот эта сфера, где идет сам этот подход, и потом идет UI, UX, Customer Experience. Customer Experience. Да, то есть, мы дизайнеры это UX исследовали, нарисовали, но мы еще должны как бы с пользователем состыковать, то есть, понять, что у него в голове, как бы, какие у него, то есть, задачи вот это вот. И то, что этот подход, он еще, да, для команды, то есть, какой у команды опыт будет, там вот это мульти, мульти, как там, там, не то, что мультизадачность, то есть, у тебя в отделе будут и те, и те, и те, и те, они вот это все будут делать. Вот. И это, как бы, да, от зрелости еще команды. Класс-функциональная команда. Да, да. То есть, и здесь надо, как бы, еще и твоих, грубо говоря, сотрудников, чтобы они это делали. Не только для пользователей, но еще и внутри самой компании. Ну да, и этот подход, он, по сути, как я поняла, он очень сложный. И до него надо дорасти. То есть не все компании на начале. То есть, к примеру, они там, вот почему они говорили про такое понятие, как юзабилити-зрелость, да, что там стартапы или там какие-то, ну, они просто не дорастают. Да, им надо время до этого уровня вырасти. Да, я, по-моему, даже в Гугле листал, вроде вот этот подход он в основном используется в каких-то IT, кто с какими-то, или какие-то сложные очень продукты, то есть делают, ну, не просто какое-то там такое, да, серьезное, но и там деньги, видимо, большие то есть идут, и они, да, там, эти приложения могут там Но при этом знание этого подхода помогает, что нам дает, как дизайнерам. Мы понимаем, какие инструменты мы можем взять и адаптировать. даже если, как я понимаю, у нас нет сумасшедших этих ресурсов, но понимаете, мозг и вот человек, мы же все креативно мыслим, ну, я считаю, что все креативные, просто у всех это на разном уровне. И, соответственно, когда ты погружаешься и ты понимаешь какие-то инструменты в голове, ты такой раз, ну, то есть мозг сам тебе предлагает решение, и твое решение и предложение будет уникальным и будет отличаться. Соответственно, ты можешь адаптировать что-то, как ты это видишь и как ты это понимаешь, и предложить команде, а вдруг это реально будет эффективно. Да. Но здесь то, что фишка, ты вот предлагаешь, там вот этот третий этап, она ведущая, значит, говорила, я не могу объяснить, а Денис там как бета, то есть у меня даже в голове выросло, когда они вот этот прототип делают или какую-то архитектуру, что-то сложного, то есть какое-то там, я не знаю, или даже не то, что приложение, а какую-то там стиральную машинку, ее же тоже разрабатывают, там же тоже кнопочки есть. Конечно, в определенном порядке. Да, мы все это вроде у пользователей нас спрашивали, то, что им нужно то-то, 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 то есть такие-то это. А потом мы показываем этот прототип, а там, грубо говоря, столько кнопок, там пользователи захотели, чтобы она там, не знаю, каким-то там что-то еще лазером выстрелила. Вы посмотрели, и там же как бы еще и фишка в команде, то, что бюджет еще укладывается, а ты говоришь, блин, ну это кнопка крутая, да, но она там, если мы в машинку воткнем, это там плюс 50 долларов. Мы как бы, смысл нам, у нас товар сразу это, и может брать не будет. То есть вот эти прототипы, да, когда делают, здесь еще как бы со стороны бизнеса смотрится. И там еще они сказали, отметили то, что по ГОСТам все выстраивается. То есть ты должен для людей делать, чтобы не навредить, там третий пункт идет, чтобы как бы это, сейчас скажу даже. Ты сейчас говоришь об этом, о... HCD, вот который вот это. Вот, и здесь вот противодействие возможным неблагоприятным последствиям использования продуктов и приложений. То есть я еще как понял, это ты должен по ГОСТу все смотреть. Потому что бывают разные продукты. Где-то есть ГОСТ, да, ты должен эти требования выполнить, потому что ты дальше не пойдешь. А где-то нету. Ну да, если даже еще... У меня почему-то продукт вырос не то, что приложение, а физически какой-то... Они же тоже вещи делаются, там что же есть. Ну да, да, конечно. А, да-да-да-да-да, кстати, да, ты прав, я не подумала об этом. Так, а вот этот дизайн интерфейсов, интерфейс, он на телефоне, на кнопочном есть, на машинке, в автомобиле. Это не только... Ты можешь не только... Да, это все интерфейс. Ты не только можешь сайты и приложения для телефонов делать. Ты можешь какие-то там, не знаю, в танках же тоже какие-то есть свои, или в самолетах. Вот. То есть как бы... И плюс, да, как бы, чтобы не навредить пользователю, чтобы там, блин, хочу такую машинку, но там какие-то острые углы будут, блин, по ГОСТу нельзя делать, или там из такого пластика нельзя. Да-да-да-да, кстати. То есть вот здесь еще как бы вот компания вот это рассматривает, и пользователи компании, чтобы как бы все это по правилам, грубо говоря, выстроить. То есть вот это... Это очень глобально все, и это очень сложные технические всякие, как я понял, делаются вещи. Не просто там, знаешь, шоколадка какая-то выпустил. Ну да, или йогурт. Да, то есть не такое сложное. Ну вот, это что касается человека-ориентированного подхода. Денис, ты как? Так, задавай нам вопросы, останавливай нас. Сейчас, секундочку. Подождите. Я тут приболел просто немножко. Здравия. Так, ну я, в принципе, понял все. Просто как это объяснить? Ну я вот понял, например, вот про HCD. Это вообще, это, я так понимаю, такой главный подход, который должен быть, ну, у всех. Нет, не обязательно, как я понимаю. Я вообще как понял, что с него как раз и начинается. Нет, это как раз подход, который сейчас действует. До этого, его же не было какое-то время, до этого был, активно пользовались подходом, ориентированным на пользователя. А это когда бизнес был, ну, не учитывался особенно. Учитывался только, поскольку продукт и подход создал, там, ученый, когнитивист, то есть он заточен, затачивал этот подход на поведение человека. Его этот подход еще называют оптимистичным, потому что в этом случае вот бизнес не вносит свои какие-то ограничения. Да, он вносит ограничения, вот как говорит Кирилл по ГОСТу, да, там, сорян, типа, острые, мы не сделаем кнопки, да, но и все, понимаешь? А все остальное идет просто четкая фокусировка на пользователя, на его поведение, на его культурный контекст, на его религию, я не знаю, даже в том числе. Да, там, психологию. Психологию, да, 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 вот это вот это все. Ну, вообще, UX, это большая часть, у меня тоже всегда психология, вот это поведение, UX, это вот это основное. Ну, да, как он взаимодействует, да, куда поставить кнопку, чтобы он ее реально увидел, а не тупил. Ну, удобство, да, удобство, чтобы она не внизу кнопку была у тебя, чтобы купить, а как бы, да, то есть... Чтобы название тебя не вводили в заблуждение, чтобы кнопки реально называли действие, да, которое ты как бы делаешь и понимаешь, к чему оно приведет. Ну, да, или там не красная кнопка, а белый фон или какой-нибудь там кислотный, чтобы у тебя там, ты не видишь, что это. Да, да, да. То есть ты понимаешь вроде нажать, а что там нажать? Подтвердить или отменить, то есть там. И не отменить, ну да. Вот. Вот еще вот этот, который следующий, USCG, где здесь, да, идет. Ну, это на пользователя ориентированных. Да, это на пользователя. Где бизнес учитывается в последнюю очередь. Есть больше как бы, да, то есть они сказали то, что это на пользователя. И вот если вспомнить вот этот рисунок с подходом HCD, то и попробовать его, когда адаптировать на UCD, то, соответственно, там не будет вот этого customer experience. Потому что в этом, как я поняла, в этом случае мы ориентируемся на конечного пользователя, и нам не интересно, как он ведет себя там до взаимодействия продукта. Мы запиливаем продукт чисто под боли. Ну, то есть и в этом случае, ну, то есть мы как-то можем что-то упустить. Возможно, есть продукты, где нам этого и не надо, как я понимаю. И где с таким подходом мы можем закрыть все потребности. Ну, да, у меня просто тоже как-то вот, я больше первый разобрался, а с этим мне как-то так немножко мутновато. Вот со вторым почему? Мутновато, потому что я тоже нашла статью о том, что переход на этот подход, ну, как бы, да, он очень размыт. А он не устарел, интересно, вообще, нет? Нет. Нет? Понимаешь, он не может устареть. Это подход к тому, как ты выстраиваешь. Да, хотя. По сути, да, свой мыслительный процесс и процесс всей команды, чтобы все были сюда нацелены и не забывали о том, что мы пляшем от там того-то или от дат, данных, или от поведения, или от человека во все его сложности. Я вообще как понял, вот этот подход, это то, что сами пользователи как бы участвуют в доработке, в разработке приложения, то есть они дают какую-то обратную связь, и, ну, как бы акцент на этом сделан, то, что и ты уже их слушаешь, что там добавить, что там убрать, и что бы им было удобно, как бы, и в этом весь подход, ну, в принципе, если это как-то в одной фразе сказать, это, ну, сами пользователи участвуют в разработке интерфейса, грубо говоря, я это как-то так понял. Ну, по-моему, да, верно. Просто что точно то же самое учитывает и, скажем, более такой общий, который human, да, он больше просто учитывает, он все вот эти процессы, которые присутствуют в UCD, да, он тоже учитывает, но просто как бы более масштабно. Ну, да. Как я понимаю, он более универсальный. Ну, да, здесь как бы тоже есть третий, четвертый пункт, то, что они прототипы делают, но здесь, да, наверное, больше вот исследований, хотя тоже бизнес есть. Да, но не в той степени, как я поняла. Я как тоже что-то не догоняю. Я вообще понял первый подход, это, допустим, есть какая-то команда людей и уже от их опыта делается вот сам продукт, то есть, ну, они, как это сказать, то есть уже не от пользователя, а именно от самих вот людей, которые вот занимаются разработкой, именно от их опыта зависит, ну, как бы вот этот подход, это их опыт, в общем. А вот в UCD, это уже от пользователей мы отталкиваемся, то есть от разработчиков это, ну, если я это, опять же, сократил, как бы это проще сформулировать, как я это понял. Я могу привести другой пример, там, опять же, там на английском было, но насколько я правильно поняла, то есть я просто пример приведу. Ребятам нужно было сделать приложение для активно, активистов, знаете, вот люди, которые активничают в социальной жизни. Соответственно, они попробовали применить вот этот user-oriented design, да, то есть когда они четко ориентировались на пользователя, то есть и они составили портрет этого пользователя. Кто это? Какой-то человек активный, желающий принимать активную, активную, как это, позицию в обществе, да, там, я не знаю, рассказывать всем о вреде пластика и так далее, и так далее, и так далее, да, или там наоборот о каких-то политических организациях или там еще что-то, да, и у них что-то там не получилось. То есть они сделали прототип, и пользователю, ориентируясь на конечного пользователя, он не зашел. И тогда они решили применить человекоориентированный подход. И в этом случае они стали ориентироваться не на конечного пользователя, а на аудиторию, которая нужна конечному пользователю. То есть я, к примеру, как активист, мне важно, чтобы это приложение учитывало интересы людей, которых я буду вовлекать сюда, понимаете? А, они уже на разные... Я как активист такой, да, там, то есть, соответственно, я как активист, мне что будет важно, да, вот как бы подумала бы как команда, ну, что вот ему там важно, чтобы у него были какие-то там инструменты, то, сё, пятое, десятое, я не знаю, там, возможность где-то эти распечатать, афиши, не знаю, там, листовки. Ну, я не знаю, да, я очень абстрактно говорю, но я думаю, вы понимаете. А когда мы фокусируемся на аудитории, которая мне как активисту нужна, да, то есть тут включаются другие параметры. То есть я думаю, как этих людей вовлечь в свою деятельность, как им донести, что мои идеи важны, то есть без этого, без их, без анализа их поведения я не смогу этого сделать, без анализа их поведения, бэкграунда, понимаете? И вот тут получается вот это пересечение, которое, когда мы ориентируемся только на пользователя конечного, не учитывается. Блин, ну, вроде как, да, так. Понятнее стало. Ну, вроде как, да. Денис, что ты скажешь? Без комментариев. Да ладно, ну спроси что-нибудь. Не, ну, я просто как бы по-своему понял вот это все. Но я думаю, я все равно это много раз перечитаю еще, и чтобы, ну, это досконально у меня в голове это все отложилось. Ну, я вот понял по-своему, как я вот объяснял до этого, как это все. То есть, это, ну, какой-то опыт именно, как бы, разработчиков, не самих пользователей. То есть, может быть, как это объяснить? А почему он тогда называется человекоориентированный? То есть, в этом случае ориентируемся на что? На команду, которая пилит продукт? На их опыт, на их понимание, на их какое-то… Скорее, да, это то, что именно команда сама занимается каким-то анализом, строит какие-то гипотезы, и уже от этого отталкивается. То есть, как бы, а именно… А это происходит во всех подходах, понимаешь? Во всех подходах. От людей, как бы, от пользователей, они же не могут так… Да, но то, какую ты формулируешь гипотезу, да, правильно, вот правильно говорит Кирилл, ты же не можешь от себя, ты все равно формулируешь гипотезу от, ну, грубо говоря, от аудитории, на которую ты нацелился, от человека. Ну, ты же не являешься, я не знаю, центром вселенной. Но ты и делаешь для них это, как бы… Да, и, соответственно… Продукция для людей, то есть, если ты любишь там красное, все, это не значит, что они там… Что все будут любить красное, да. И тут, получается, я как продуктовый дизайнер, допустим, должна полезть и понять, как вот эти люди себя ведут, понимаешь, а не предположить, что ага, давайте-ка все запилим красным, просто потому, что мне так хочется. Я должна учесть интересы вот этих людей, которые будут пользоваться. Слушай, я как просто еще, понял, ты объяснил, получается, первый вариант, он более… а не масштабный, что ли, собирает более так информацию? Ну, как бы, нет, понимаешь, Кали, как я опять… Я бы так не сказала, потому что много информации ты можешь собрать в разных подходах, это уже зависит от того, сколько тебе этой информации нужно для работы и для продукта. А тут вопрос, какую информацию ты собираешь, понимаешь? Куда ты смотришь? У тебя… ну, то есть мы, когда делаем продукты, мы ограничены временем, деньгами, количеством людей в команде, да, и мы по факту, ну, не можем растянуть создание продукта на хрен знает какое время. Нам надо все запилить здесь и сейчас, соответственно, мы должны выбрать инструменты, которые нам помогут это сделать. И дизайн мышления как раз, вот эти все разные подходы, тебе помогает, грубо говоря, понять, в какую вообще сторону смотреть. Так ты сидишь, как, я не знаю, как во вселенной, куча информации, тут, 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 боже, вообще, что мне надо? И такая, ага, вот есть подход, для этого подхода я ставлю в центр человека или пользователя, или я просто анализирую данные, и мне пофиг, как они там себя ведут, понимаешь? И что у них там происходит в их культурном контексте? Ну, смотри, получается, если в первом варианте они ставят человека, это сначала, грубо говоря, сначала, наверное, все-таки размытое, а во втором-то пользователь, значит, они уже знают, кто их пользует. Да, именно, да, они четко, почему вот там идет четкое прописывание персонажей, и их поведение? Здесь уже, наверное, сужается то, что они этот продукт под него делают, они понимают, кто и что им нужно, а человек, ну, это я как понял, я, это, знаешь, а для человека, допустим, первый вариант, это делаются какие-то, знаешь, большие приложения, то есть они... Универсальные штуки какие-то. Да, то есть мы в соцсетях любом, может быть, кто-то любит собачек смотреть, кто-то там, я не знаю, то есть вариантов куча. Да. Так, и она для всех разная. Именно, и ты, чтобы учесть все эти интересы, должен, там, я не знаю, их реально учитывать, знать о них, изучить их. Ну да. Понимаешь? А когда ты затачиваешься только под, я не знаю, сантехников, и вот ты пилишь приложение только под сантехников, вот как этот был пример, ученица Вани делала, этот самый, как он называется, чтобы рассчитать сантехническую нагрузку сантехнического оборудования. А, да, да, да. Вот смотрите, они вот, вот это вот реально ориентированы на пользователя, они запилили продукт и инструмент для того, чтобы именно сантехники, я не полезу туда разбираться, сантехник полезет, понимаешь? Ну да. Ну, я полезу туда разбираться, если вдруг мне надо будет это сделать, да, и я хочу сама в этом забраться. Но вообще нет, это специализированный продукт, понимаете? Соответственно, там такого сумасшедшего подхода не надо. Ты берешь пользователя своего в сантехнику, изучаешь штупо его, или не знаю, то, с чем он работает, какие у него сложности возникают. Ну здесь какие-то уже, да, профессиональные, где он, то есть он уже понимает все эти обозначения. Тебе не надо этих психологов изучать, не знаю, там каких-нибудь мамочек в декрете, вот этого тебе всего не надо. Ну да. Слушай, подожди, вот вопрос у меня получается, а если какую-то вот они стиральную машинку делают, это же все-таки для... Они пользователи разные могут быть. Грубо говоря, и бабушка можешь нажать, и какой-то ребенок там. Они же все разные категории. Это, грубо говоря, как для первого, наверное, подхода. То есть она, если машинку делают, они подходят стиральную. Нет, я бы считала, что все-таки это на пользователя, потому что кто в этот момент является человеком, стирает. Ну, понимаешь? Ну, я понял, но они же разные пользователи. Они, хочешь сказать, будут под каждого, под ребенка, там, под беременную, там, такая-то бабушка, или там, плохо видящий. Подожди, подожди, сейчас, секунду, стоп. Или тут это как первый вариант, то, что... Посмотри, что у меня тут... Я просто... Пример был с... Нет, смотри, со стиральной машиной это подход лучше, ориентированный на задачу. Вспомни, пример она приводила, Ирина, когда Яндекс.Лавка или там что-то там делает, пример типа согреться, попить чай, добавить чай, понимаешь? А здесь что? Какая задача? Постирать. А, вот к этому выжимаем. Ну, да. Понимаешь? Ну, вот. Вот как-то так. Если задача... А она как бы для всех, то есть вот правильно ты говоришь, очень размытая аудитория. Постирать, может, и бабушка, и дедушка, я не знаю, там, и подросток, и женщина, я не знаю, там, и люди с ограниченными возможностями. Ну, да, там. Блин, ну, понятно. Да, прикольно, прикольно. Прикольно, что у тебя так все это... Ну, она просто очень новая такая тема, она по-другому как-то организует твой предыдущий опыт, ты пересматриваешь через вот эту новую информацию, ну, вот, свой опыт. Ну, да, да. Так, ну, что, все тогда. Денис, извини, опять же, я тут лезу, такая активная. Я бы тебе просто, опять же, на основании того, что я, блин, там, 20 дублей, да, посоветовала бы записать сразу без редактирования. Вот ты записал сразу там, да, не выключая там диктофон. Получилось, что там на 12 или на 30 минут или на 40, неважно. А потом еще раз, понимаешь? Потому что, ну, ну, как бы по факту у тебя есть какое-то понимание. И тут важно, чтобы ты это понимание просто, ну, озвучил. Вот и все. Да. Сейчас я постараюсь, наверное, за дедлайнею, но, в принципе, думаю... Я тоже сейчас, у меня-то мое не сохранилось. Я тоже первые попытки... А, ну, давайте тогда. Вот. Что-то попробуем. А так-то, да, я тоже с первого дубля где-то минут за 11. Главное... О, я с 20-го. А, ну, у меня начало, то, что что-то я запинался, подумал, ну, как бы, пофигу. То есть где-то я останавливался, но... Вот что-то так вот. Тут просто включается такая штуковина, которая не включается, когда мы говорим с кем-то. Мы говорим и сразу анализируем, что мы говорим. Ну, да, здесь так. Когда общаемся с кем-то, но у нас есть такой поток взаимодействия. Ну, да. Как правильно сказать? То-то, то-то. Да-да-да-да. Это не то слово. Давайте еще раз, давайте еще раз. Ладненько, все тогда. Я сейчас закину, выложу и тоже начну доделывать. Денис, надеюсь, мы как-то, я не знаю, внесли ясно.